А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Дрейзарда, здесь ты сможешь найти прохождение Мэд Макса и также новой страшилки Сома. Если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании, заходи и подписывайся, а мы приступаем к просмотру видео. Эй, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в GTA 5. Да, давно уже этого не было, я с вами согласен. Я, если честно, ребята, даже не знаю, стоило ли мне записывать эту серию или нет. Просто когда я знаю то, что у меня на душе неспокойно, мол, что висит у меня еще там игра, которую нужно пройти у GTA 5, мы наполовину прошли, может все-таки ее завершить, я не знаю. Ребята, раньше я снимал GTA 5, кто не знает, но я перестал, по одной причине, у меня украли аккаунт в Steam. И я вернулся только через два месяца. После этого я уже забросил прохождение игр, потому что, ну, я думал, то, что это уже не будет кому-то интереса. Но все же я не могу, ребята, я не могу спать, потому что я знаю, что у нас там какая-то есть 40 с чем-то серии, и, в принципе, нужно уже закончить это прохождение. Поэтому, ребята, я не знаю. В следующем месяце у нас будет выходить Fallout 4. Я никогда не играл в эту игру раньше, в предыдущей части, но почему-то мне бы очень хотелось поиграть в эту. Я думал, может быть, даже ее пройти, но чтобы пройти новую игру, нужно как минимум хотя бы закончить старую, да. Поэтому, ребята, я не знаю. В этой серии я еще, может, сейчас попрохожу эту GTA 5. Дайте-ка я камеру немного поправлю. Но я не знаю, будет ли у нас дальше прохождение. Ребята, это зависит от вас. Я вам даю слово. Вот сейчас ловите меня на слове, записывайте, делайте там скрин или что-то в этом роде. Если мы наберем на этой серии 500 лайков, я вам даю слово, что каждая новая серия GTA будет выходить каждый день до тех пор, пока мы не пройдем эту игру полностью. Я вам даю слово. Тем людям, которые меня просят каждый раз, которые меня спрашивают, Эдисон, будет ли GTA 5, когда будет тюнинг. И специально для вас, ребята, мне тоже неспокойно на душе то, что я знаю, у нас есть еще незаконченная игра. Поэтому я для вас к вам обращаюсь. Набираем на этой серии GTA 5 500 лайков до завтра. Я вам даю слово то, что новые серии GTA будут выходить каждый день с тюнингом, остальным до того времени, пока мы не закончим эту игру на 100%. То есть все дополнительные миссии и все остальное. Поэтому, что мы будем делать в этой серии? Зависит от вас. Что мы будем делать в этой серии? Я хочу дальше тюнить машины. Кто там нахрен три звонит? Но у меня много бабла нету. Что нам делать, когда у нас нету много бабла? Четы я не хочу использовать, я честный игрок. Поэтому, ребята... Да. 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 А к чему я веду, ребята? В этой серии мы научимся зарабатывать бабло. Но перед тем, как у нас 8 минут есть, давайте быстренько вложим нашу всю, нашу все биржевый индекс Дебонейр. Где это все есть? Рынки. Дебо, дебо, дебонейр, быстро, вот, Дебонейр, сигареты, да? Да. Купить. На все, что у нас только есть. На все, на все бабло, ребята. На все, что у нас только есть. Все цели были... Все цели должны быть уничтожены. Подтвердить. Продолжить. Да. У нас больше нету бабла вообще. У нас больше нету бабла, ребята. Поэтому... Поэтому... Что мы будем делать? Что мы будем делать? В этой серии, ребята, мы научимся, как зарабатывать кучу бабла, выполняя задания Лестера. Нам нужно убить представителя компании Redwood, которые выпускают сигареты. В то время мы покупаем акции их конкурентов. Потому что, как только мы убьем представителя компании, директора, да, компании Redwood, то акции противоположной компании, как я уже вот сейчас купил, Дебонейр, стремительно возрастут. Поэтому, ребята... Поэтому... Мы убиваем. Потом покупаем акции по обычной цене. Убиваем того чувака. И потом продаем эти... Это он. Ага! Так у нас... Аааа! У нас 7 минут, чтобы убить 4 чуваков. Как только мы это завершим, те... Акции стремительно возрастут, ребята. Поэтому мы их потом продадим. Но это еще не все. Через какое-то время, через пару дней, акции Redwood опять стремительно возрастут на 300%. Я не знаю, с чем это будет связано. Может, они найдут даже лучшего директора, чем был раньше. И мы потом опять на все бабло купим. Опять акции Redwood. И заработаем еще кучу бабло. Какая у нас будет средняя прибыль? Сейчас, когда мы купили все акции компании Дебонейр, мы сейчас пойдем убьем всех вот этих представителей компании Redwood. И после того, как стоимость их акции упадет, то акции компании Дебонейр возрастут на 80-90%. Да, ребята. Это, если честно, даже очень много. Если мы вложили 600 тысяч бабла, то мы сможем заработать больше, чем миллион, ребята. Больше, чем миллион. Это вот честный способ зарабатывания бабла без каких-то либо читов. Потому что вот такую игру, которая выходит раз в 20 лет, как GTA 5... Ну, ладно, раз в 10 лет. Как GTA 5 стоит проходить честным путем. И не читерить вообще. Сейчас мы, как я понимаю, сюда идем на пляж. Там будет чувак. Мы сейчас возьмем снайперку. Потому что у нас, ребята, еще 5 минут осталось. Где он? Ух ты нахрен. А где он? Так. Снайперюга, Эдисон. Ребята, 2 километра. Ни хрена себе. Ты прям нам какое-то испытание предоставил. У нас еще осталось 5 с половиной... У нас еще осталось 5 с половиной минут. Нам еще нужно убить двух чуваков. Если учитывая то, что... Убейте... А, если мы... Если учитывая то, что мы убили двух чуваков за 3 минуты, то 5 минут нам, в принципе, вполне должно хватить для того, чтобы убить... Для того, чтобы убить еще двух чуваков. Главное не резаться, главное не падать с мотоцикла, главное вообще не умирать лучше, да? А просто-напросто лететь навстречу акциям нашим, да? Я, ребята, даже после того, как пройду эту миссию, мне кажется, я немного еще подожду. Я немного еще подожду и покажу вам, сколько мы заработаем. Мы вложили 670 тысяч баксов. Мы вложили всю нашу баблону, которая только... Ух, чуть не врезался. Которая только у нас была. 670 тысяч. Я надеюсь, я ее не прокатаю. Поэтому, ребята, мы посмотрим, сколько... Сколько это дело... Не выгорит ли это дело или выгорит, то сколько оно нам принесет. Бабла, да? Где он? А что нам нужно делать? А где он? А что нам нахрен нужно делать? Где он, твою мать? Ахрен его знает. Твою мать. Если бы я знал, что это будет как-то еще вот так. Нам нужно туда заходить, потому что без этого, в принципе, никак. Нет! А где он? Твою нахрен. А я не представляю даже, где он находится. Ребята, это очень хреново. Там его нету. Чувствую, я сейчас прокакаю все свои сбережения. Если нет, то мы, в принципе, тогда попытаемся, я не знаю, может, перепройти это задание. Я надеюсь, то, что это будет реально, потому что за три минуты мы не успеем. Если бы он где-то был тут, мы бы успели. Но, как я вижу, сейчас его тут нету. Значит, А хотя, в рот, где он? В рот. Что я вообще хотел сказать? В рот. Вот он, вот он. Нет, вот он. Давай, 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 три минуты. Твою мать. Два километра осталось. Ребята. Ребята, ребята, давайте мы поторопимся немного. Я вас очень сильно прошу. Если бы я вот эту тварюгу столько не искал, я понял, где он был. Он был на вот этой фигне, которая поднимает уборку. Ну, в смысле, вот этих людей, которые поднимаются на высотки и моют окна. Вот он где был. Только я не представляю, зачем он вообще туда шел. Сейчас у нас здесь две с половиной минуты, чтобы, во-первых, проехать полтора километра. Мне кажется, в жизни это было бы нереально. Но все же это GTA V. И плюс к тому, ребята, мы еще должны понять, что это будет за чувак, кого нам убить. И что самое главное, где он будет. Потому что если он, тварюга, будет так же спрятан, как вот этот, то это будет вообще жопенция полная будет. Ну, 600 метров. 600 метров, ребята. Я надеюсь, что мы все-таки сможем его убить. Главное, еще не врезаться. Ай, ухо чешется. Нет, ухо не чеши, пожалуйста. Потому что сейчас у нас... У нас важная миссия. Две минуты. Все? Я даже его моцик стыбзю. Стыбзю. Он вроде крутой. Эй, Эй, Эйл, it's done. Да. Все. Very good. I'll be in touch. Я буду на связи. Так, ребята. Задание выполнено. Нам вообще хотя бы пару тысяч дадут, или это просто так? Ну, это, походу, просто так. Нет. Нет. Да. Пускай, ладно. Сохранимся. Если я еще просру все бабло, то... Это жопа, ребята. Ладно. Я все-таки рискнул. Я рискнул деньги и услуги. Биржевый индекс. Что будет падать? Нам нужно найти Redwood. Где находится Redwood? Тако, бомб... Вот Redwood. Redwood упал уже на 4%, ребята. Он упал уже на 4%. Где наши? De Bonner или как? Вот, De Bonner. Ух ты, ни хрена себе. Мои деньги 7000. Он нам заплатил 7000. А все-таки информация об акциях. Что-то тут... О, смотрите. Сейчас. Продать. Сколько мы сможем продать? Допустим. Я просто, чтобы... Я просто, чтобы посмотреть. Что-то уже изменилось или нет? Нет. То есть... То есть, ребята, если сейчас вот это все дело прогорит, то я потеряю все мое бабло, короче. Ладно, сейчас. Вот, ребята, я подождал буквально 40 секунд. И смотрите, я обновил страницу. Акции De Bonner возросли на... Растут. Они продолжают вроде расти. 19% Вы видели то, что только что было. Минус 3%. Уже 19% и 25 сотых. Давайте посмотрим. Только что мы смогли... Мы могли продать за 170 тысяч. За сколько мы сейчас сможем продать? Так же все за... За 177 тысяч. Будем надеяться, что акции, в принципе, сейчас возрастут. Нам нужно, наверное, немного поездить, чтобы вот это все... Ааа... Чтобы, в принципе, это все дать время, чтобы все поменялось. Поэтому... Ааа... Нет, ребята! Это прибыль, которая у нас будет. То есть мы вернем себе... Ааа... То есть мы уже можем заработать 170 тысяч. Не, ребята, это я ошибся. То есть, смотрите. Мы сейчас... Мы вложились в 670 тысяч. Вот сейчас мы уже можем вернуть себе вот эти 670 тысяч. Ааа... И сразу же... И сразу же... Заработать еще 177 тысяч. Вот знаете, в чем я лоханулся? В одной вещи я все-таки очень сильно лоханулся. Знаете, в чем? В том, что... Даже в двух вещах я очень сильно лоханулся. Сейчас объясню, в чем дело. То есть... Мы... Это уже второе задание от Лестера. Если бы я знал, что можно вот так наживаться на акциях, то... Помните, мы проходили предыдущие задания там в отеле, когда нужно было взорвать одну машину. Мы закинули много взрыв... Хотя вряд ли кто уже помнит. Мы закинули много взрывчатки на дорогу. И потом, когда вот этот чувак в бронированном своем танке выезжал, то мы взорвали... Ну... Бомбы, которые лежали на дороге. И мы его убили. И тем самым что-то там поменялось тоже. Какие-то акции возросли. Какие-то упали. Если бы я тогда начинал... Твою мать. Вот это все делать. То, в принципе, у нас бы сейчас было еще намного бабла. И мы уже бы могли покупать многие различные машины. И уже тюнить их. Не боясь, что будут большие затраты. Это первая фигня, на которую я лоханулся. Какая вторая фигня? То, что я вложил бабло только Франклина. Я же мог вложить все свое бабло и Майклом. И Тревором. И Франклином. И вот тогда бы я мог, ребята, сейчас убить вот этих всех людей. Акции де Бонеро бы взросли. И я бы продал все акции тремя всеми персонажами. И Майклом, и Франклином, и Тревором. И я бы заработал бабло всеми персонажами сразу. Вот это я тоже лохнулся. Ну, а, да, там еще есть вроде 2 или 3 таких новостей. Отвратительно. Пенсионер женился на студентке. Ну, а что ты ходишь, какой-то миллионер? А, поэтому, ребята, там еще есть парочку заданий, которые мы сможем все-таки пройти. Да, ребята, и тогда мы, тогда мы сможем еще, может, немного раскрутиться. Затраты. Какие затраты? 200. То есть, я сейчас, если я это продам, то я получу 848 тысяч. А почему пишет затраты? Ладно, давайте еще немного подождем. Может, все-таки акции еще какие-то возрастут. Продолжаем наблюдать, ребята. Смотрите, то, что акции Redwood упали на 30% после того, как мы убили вот этих четырех чуваков. Они были, как я уже сказал, представителями вот этой компании. Они, наверное, занимались там какой-то рекламой, раскруткой. Они были лицом этой компании. Как только мы их завалили, то понятно то, что акции очень сильно упали. Но, ребята, нам нужно это все быстренько продавать, потому что уже и наши акции падают. Если мы вот это все... Давайте, ребята. Продолжим. 855 тысяч. Мы заработали... Сколько мы заработали? Мы заработали... Сколько у нас было? 670 тысяч, да? Мы заработали 130. Мы зар... Нет. Было 670 тысяч. Мы заработали 130 тысяч. Мы заработали 185 тысяч. За сколько? За 15 минут, ребята. Нормально. Акции, в принципе, начали уже падать. Только что пару минут назад акции были вроде... Да, вот пару минут назад я смотрел, акции были... Вот тут, где пишет сейчас 19%, 19,25%, писало 26,50%. Ну, 50 сотых. То есть я упустил тот момент, где акции вообще были на высоте. Я бы получил не 155 тысяч, как я только что сказал, а получил бы, может, 250 тысяч. То есть я тоже вот сейчас лоханулся, не ухватил вот тот момент и продал акции не по выгодному курсу. Но все же, ребята, как мне кажется, акции Редовуда все-таки будут возрастать. Поэтому мы, наверное, позже немного, немного тоже вложимся. И также будем вкладываться другими персонажами с Гетта. Поэтому, ребята, сейчас мы уже будем заканчивать. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Я тоже уже немного так вхожу в этот вкус и буду дальше продолжать делать такие махинации, зарабатывать бопулу. Вы тоже, в принципе, можете попробовать. Если вы честный игрок, а не там устанавливать какие-то уродские читы, да, и просто не наслаждаться игрой. То же самое, что в CS GO играть с читами. То есть играть ты не знаешь, а просто хочешь всех убиваешь, да. Но все же, ребята, я еще раз скажу, 500 лайков из серии Гетта будут выходить каждый день до того момента, как мы закончим проходить эту игру. Я надеюсь, что мы сможем ее пройти до конца этого месяца, чтобы начать проходить Fallout 4. Да, ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой канал. Я приглашаю всех вас вступить в нашу большую дружную семью. Поэтому подписываемся и сделайте прям... Вы сделаете реально меня счастливым, потому что я рад каждому новому подписчику. Не забываем ставить лайки, например, 500 лайков в серии будут каждый день. Не забываем оставлять свои комментарии, я общаюсь со своими подписчиками. Также можете даже меня добавить в друзья вконтакте. Ссылочки есть в описании. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.